30 лет назад, 10 декабря 1991 года, в Республике Арцах, Нагорно-Карабахская Республика, состоялся общереспубликанский референдум относительно политического будущего Арцаха, по итогам которого абсолютное большинство принявших в нем участие избирателей, 99,89%, проголосовало за независимость. Референдум прошел в полном соответствии с действовавшим на тот период национальным законодательством, демократическими процедурами и нормами международного права. Несмотря на это, Азербайджан много раз осуществлял военные агрессии в отношении Республики Арцах и ее мирного населения, из которых агрессия 2020 года стала самым тяжелым испытанием для нашей государственности и народа. Несмотря на это, давайте объединим свои усилия и построим родину нашей мечты во имя нашего Арцаха, светлого будущего нашего народа и священной крови, пролитой нашими погибшими героями. Власть временна, неизыблемы лишь ценности, ради которых мы живем и боремся. И сегодня же, 10 декабря около 12.00, подразделения вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские боевые позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. С нашей стороны погиб один солдат и несколько раненых. В результате ответных действий армянской стороны противник также с потерями в живой силе был отброшен на исходные позиции, однако перестрелка продолжалась практически весь день. Большой спортивный комплекс строится в Капане. На строительство выделено 3,5 миллиона долларов. Там же будут открыты детские площадки, кафе, открытый бассейн. Строительство завершится в мае 2022 года. Армения этой зимой делает туристам ряд интересных предложений. Зимний рафтинг, сноукайтинг, сноубординг. В этом году Армения предстанет перед туристами по-новому, с новыми интересными предложениями. У нас в этом году есть все шансы восстановить потерю туристов, обусловленную пандемией и войной, отмечают специалисты сферы. В рамках заседания министр иностранных дел Армении Мирзаян и госсекретарь Франца Лемуан подписали документ «Дорожную карту армяно-французского экономического сотрудничества» на 2021-2026 годы. Основная цель документа – создать стратегию и рамки сотрудничества для двухсторонних экономических программ между Арменией и Францией на следующие пять лет, которые будут включать инфраструктуру, городское развитие, энергетику, сельское хозяйство, туризм, высокотехнологичные инновации, здравоохранение и другие перспективные направления. Армения заняла 16 место из 195 стран в рейтинге готовности к пандемиям и эпидемиям. Первое место рейтинга заняла США. Грузия расположилась на 40 месте. Азербайджан – на сотом. Об этом свидетельствует подготовленный американскими учеными глобальный индекс безопасности в сфере здравоохранения. Ереван ратифицировал проект соглашения о создании единого реестра техпаспортов автомобилей в Евразийском экономическом союзе. Теперь в странах ЕАЭС будет создана единая электронная платформа для всех видов автомобилей. Это позволит проводить мониторинг, понять, какую функцию выполняет конкретный автомобиль. Конец незаконному строительству в Ереване. У всех владельцев незаконных построек будет время узаконить постройку до конца 2022 года. Но в мэрии Еревана прямо заявили, что большинство построек все равно будет снесено. Первая портативная сушилка в Армении была спроектирована и изготовлена компанией Optimum Energy. Эта сушилка экономит на 30-60% больше энергии, чем лучшие существующие. Она работает как на электричестве, так и на солнечной энергии. За счет энергосбережения сушилки стоимость сухофруктов удается удержать на невысоком уровне. Сушилка имеет также экспортный потенциал на международном рынке. Radio Hike. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка. Новости Армении и Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Radio Hike в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. Интересный факт. Новый министр сельского хозяйства Германии Джем Оздамир, первый министр в истории страны с миграционным прошлым. Он турок по национальности. Именно Оздамир был инициатором и одним из наиболее активных сторонников принятия резолюции о геноциде армян, одобренной Бундестагом 2 июня 2016 года. После чего в его адрес стали поступать угрозы от турков. При этом количество угроз убийства в его адрес достигло такого уровня, что Федеральное ведомство по уголовным делам вынуждено было принять меры по обеспечению безопасности политика. «К оскорблениям мы уже привыкли, но с настолько высоким числом угроз убийства мы еще не сталкивались», – заявили в то время правоохранители Германии. В долине Сан-Фернандо в штате Калифорния, в США, состоялась церемония закладки фундамента Армянского общественного центра. Инициаторами проекта стали член городского совета Лос-Анджелеса Пол Корец, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и член совета Пол Крикорян. Благодаря городским властям Лос-Анджелеса Армянский культурный фонд получил право на аренду земли на 30 лет для строительства общинного центра на территории площадью 465 квадратных метров. Будущий армянский центр будет помогать в образовании и развитии молодежи общины. Убийцам нет оправдания. В последнее время в азербайджанском информационном поле вдруг вытащили из Нафталина и начали вспоминать добрым словом убийцу с топором – Рамиля Сафарова. Того, кого Алиев по возвращению в Азербайджан повысил в звании, сделал героем и всячески одарил материальными благами. Но что поделать, такое у Алиева представление о героизме. А так как в последнее время азербайджанские вояки начали убивать мирных жителей Арцаха, то тракториста, то водопроводчика, бакинские СМИ решили вспомнить о Сафарове. Мол, убивать безоружных нельзя, конечно, но если это армяне и сильно хочется, то можно. Мы тоже решили поднять архивы и вспомнить, что по этому поводу тогда сказал писатель Багиров, азербайджанец по национальности. А меня это больше, если брать реальную, то меня это больше все задевает, как человека, имеющего непосредственное отношение к азербайджанской нации, в общем-то. Меня возмущает глубоко, что Сафарова, который подкрался ночью с топором и убил спящего человека, его сделали героем, да, там, совестью нации. Я не знаю, у моей нации, как бы, такой совести быть не может. Я не считаю этим, я даже бурьским поступком это считаю. Вот пошел бы воевать, там, я не знаю, там идут боевые действия до сих пор на границе столкновения. Вот пошел бы там и воевал бы. Че он поехал где-то там в Европе, подкрался к спящему мужику и убил его топором? Ну это б***ство, то есть это иначе никак не назовешь. Это никакой не героизм. И вот то, что сейчас в Азербайджане из него делают национального героя, меня это глубоко оскорбляет и унижает. То есть как бы это вообще просто возмутительно. Да, есть и такие азербайджанцы, как Айли Сли, Багиров и другие. Не столь известные, но имеющие совесть и порядочность. Далеко ходить не будем, даже среди зрителей нашего канала есть такие люди. В Московском парке Победы в Санкт-Петербурге в День Героев Отечества открыли памятник легендарному военному летчику, дважды Герою Советского Союза, Нельсону Степаняну. Надпись с именем Нельсона Степаняна на постаменте памятника выгравирована на двух языках, армянском и русском. Также присутствует древний армянский символ вечности – Аревахач, Солнечный крест. Гвардии подполковник, летчик-штурмовик, защитник Ленинграда Нельсон Георгиевич Степанян. Гласит надпись на постаменте. Фигурист Семен Даниэлянц представляет Армению на международном турнире Санта-Клаус-Кап 2021 в Венгрии. После короткой программы Даниэлянц занимает второе призовое место в соревновании среди юношей. Армянскому спортсмену предстоит откатать и произвольную программу. 16 декабря в спорткомплексе «Динамо» стартует командный турнир по боксу, в котором примут участие сборные Армении, Ирана, Украины и Грузии. Армению и Украину на турнире будут представлять по две команды. Боксеры выступят во всех 13 весовых категориях. На ринг выйдут и представительницы слабого пола. Тренерский штаб сборной Армении решил дать возможность испытать свои силы и первой, и второй команде. В командах будут и новые имена. Сделали лучше, чем обещали. Югстрой Империал.